Между тем в Шимкенте не хватает специалистов в сферах строительства, транспорта и технологий. Чтобы удовлетворить растущую потребность в квалифицированных кадрах, власти города выделили гранты на обучение в вузах. Именно по этим специальностям. Катерина Попкова продолжит тему. 285 выпускников школ Шимкента могут претендовать на то, что их учебу в вузе оплатят из городского бюджета. Новую возможность студенческий омбудсмен Алтынбек Макулбек называет уникальной. Этот вопрос не раз обсуждался на молодежном совете, но не было окончательного решения. Теперь оно принято. Конечно, нас это радует. Теперь ждем распределения. Какие специальности, какие университеты. За счет бюджета будут финансироваться учебные расходы, а также выплачиваться ежемесячная стипендия. Исполняющая обязанности руководителя управления внутренней политики Айгирим Джумакулова сообщила, что новый алгоритм распределения мест находится в стадии разработки. У нас есть, как вы знаете, в городе 8 высших учебных заведений. И мы при выделении грантов будем охватывать их всех. И в первую очередь мы делаем акцент на именно те профессии, которые необходимы для города. Шымкенту нужны технические кадры, поэтому и бюджетные места получат те, кто хочет строить дороги, разбираться в транспортной системе, работать на сложном заводском оборудовании. Работодатели ходят по университетам и пытаются предложить таким специалистам работу. Рассказывают исполняющие обязанности ректора одного из крупнейших вузов мегаполиса Кайрат Нурманбетов. Определен перечень необходимых для города специалистов. В соответствии с этим перечнем мы представили свои образовательные программы. Туда вошли технологии искусственного интеллекта, транспорт и транспортная техника, городостроительство, технология производства строительных материалов. В вузах уверены, проблем с трудоустройством не будет. В список востребованных сейчас попали и специалисты сферы энергетики. В регионе ведут масштабные строительные работы по строительству новой электростанции. Она будет работать на базе парогазовой установки мощностью в 1000 мегаватт. Нужен кадровый резерв.